В конно-спортивном клубе «Фортуна» долгожданное прибавление. Шетландская пони по кличке Леди в четвертый раз стала мамой. В минувшее воскресенье на свет появилась девочка-пони, которую местные ребята назвали Букля. О том, как чувствует себя мама и новорожденная, узнала наша съемочная группа. Увидеть Буклю оказалось непросто. Мама ни за что не хотела бросать ее одну в конюшне, а малышка боялась выйти во двор. Руководителю конно-спортивной школы Ирине Савариной пришлось на руках выносить маленькую пони. Вот наш товарищ, иди, покажись миру-то. Букле всего два дня от роду. Это ее первый выход в свет. Родилась она у нас ночью. Мы вот прибыли с боржи, приходим, а у нас уже стоит подарок. Ну, мы заметили уже, у нее было опущение живота, что она сейчас должна была на днях родить. Родила благополучно, родила сама. Сама, без ветеринара? Без, без, без. Они наблюдали только за нами, все. Родилась в срок вовремя, совершенно здоровая. Килограмм 30 весу точно есть. По словам ветеринаров, животное чувствует себя хорошо. На аппетит не жалуется. Пока молодая мама будет находиться в декретном отпуске, а уже через год сможет выйти на работу. Сама малышка наберет нужный рост и вес только к четырем годам. Мы сейчас сделаем вольеры для лошадей, сейчас будет потеплее. Естественно, мы выведем это. Кажется, городу это очень интересно, детям интересно. Поэтому, ну, для того и привезли лошадей, чтобы прийти и приучать к животным. Маленькая букля – не единственное пополнение. Накануне в конно-спортивный клуб привезли еще трех породистых рысаков. Все они – участники и призеры различных конкурсов и соревнований. Уже на следующий день они вышли на тренировку. Они все в основном взяты возрастные. Лошади взяты специально для детей, они по законодательству должны быть от 8 лет. Единственный молодой конь взят в этом году именно для прыжков и соревнований – это Ваяж, шестилетка. Балтика – 10, Манхэттен – 10, самая старшая Фиджи – 12 и Волковера тоже 10. Для маленьких наездников это не просто развлечение. Конно-спортивный клуб – активный участник городских праздников, различных мероприятий, а в будущем планируется проводить и соревнования. Для этих целей построят специальные манежи. А пока каждый сможет навестить буклю и породистых лошадей в конюшне конно-спортивного клуба.